Всем привет! Сегодня я нахожусь в студии Рич Тату. Рядом со мной мастер Николай. Всем привет! Расскажи, Николай, как ты начал заниматься татуировкой? Как тебе это пришло? Познакомься с зрителями. Ну, как говорилось, меня зовут Николай Рич. Начал заниматься татуировками относительно недавно. Всего два года еще занимаюсь татуировками. Начал заниматься, я ходил как клиент в студию First Tату. Тогда она еще не была даже в студии First. Маленький салон был, JR Tattoo. Ходил как клиент долгое время, забивался и друг настоял, попробуй, мол, не можешь найти себя, работаешь то там, то там. Постоянно менял работы. Он замечал во мне то, что я могу делать все такие мелкие вещи, то, что у меня получается, то, что я рисовал с детства. И я не задумываясь, попробовал, попросился, меня взяли. И я начал работать учеником. Сколько, два года? Да, два года. Ну, работал я в этой студии год. Потом так сложились обстоятельства, то, что я решил уйти, развиваться дальше. И вот открыл данную студию. Называется она? Рич Тату, да. А почему в Рич вообще как это пришло? Если честно, вообще просто, ну, когда я начал заниматься, смотрю, у всех как бы есть псевдонимы. А у меня страничка называлась, обычная моя страничка, Рич Бой. Ну, просто, просто какая-то такая глупая детская забава когда-то была. И я долго не думая, почему бы нет. Ну, никакого смысла в этом нет, там, типа, Рич, богатство. Ну, никогда об этом там не думал. Просто вот не думая. Тогда с чего ты начинал в плане работ? И какие работы делаешь сейчас? Я начинал, естественно, с надписей. Потом очень долгое время я делал dotwork, ornamental. То есть, наверное, полгода я делал только, ну, эти работы. Вот. Сейчас я работаю, стараюсь работать в черно-белом реализме. Познаю его, так как хочу развиваться дальше. Вот. И сейчас, в принципе, я даже стараюсь не брать работы, ну, даже не в целях, там, заработка какого-то там, а просто, ну, лучше меньше, но делать то, что мне нравится. И в чем я хочу видеть себя, ну, в дальнейшем, в каком стиле. Планируешь ли ты в этом 2016 году участвовать на казанском Tattoo Fest или на других каких-то? Ну, возможно, на казанском буду участвовать, но других не планирую, потому что я, ну, думаю, у меня еще не тот уровень, чтобы показывать себя там на всероссийском уровне. Ну, посмотрим. Будет видно. Сейчас мне трудно об этом говорить. А по поводу планов студии развития ее как-нибудь? Есть какие-нибудь планы? А есть, конечно же, есть, но в первую очередь развитие, как бы, студия студии, это место, где работаем, где, ну, создаем приятную атмосферу для себя. В первую очередь, конечно, развитие не студии, а как личности, как мастера, имени. Больше же, конечно, хочется развить себя. Ну, и, соответственно, ну, кто здесь работает, также мастеров, больше за уровень именно личный. За время твоей работы были какие-нибудь интересные случаи с клиентами? Да, конечно же, были. Скажи, какой-нибудь один, может быть, несколько? Ну, несколько. Один интересный случай. Приходил индус. Вот. Ну, он как интересно, он просто очень сложный случай. Это была всего лишь небольшая надпись на ноге, но индус был черный. Просто. И было настолько тяжело, просто черная краска сливалась с ногой. Такое ощущение, что я вообще, ну, я прям небольшую надпись на ноге делал, наверное, около двух часов, потому что мне было трудно очень. Ну, вот запомнилось. А в плане смешного случая был клиент, который на руке, на предплечье, прям на видном месте сделал себе бутылку пластиковую с дыркой. Ну, вставлена сигарета, с плюшкой уж, если так сказать. Нет, это надо убрать. Вот. Бутылка с дыркой, там в дырке сигарета и большими буквами написано «Каменный век». Я удивился, ну, зачем тебе такая татуировка, спросил. Да, для полиции. Ну, да. А он, я больше, ну, удивился, когда он ответил мне, то, что он поспорил с другом на пинок. Просто на пинок, ну. Я крайне был удивлен, да, это очень такой поступок. Какой-то. А самый, то есть это самый забавный случай, а что-нибудь трешового ты особо делал, помимо этого? На голове, может быть? Нет, на голове я ни разу не делал, кстати, охота попробовать. На голове ни разу не делал. Ну, как бы, такого трешового, прям, в принципе, там, чтобы очень-очень там не было. Шеи там были, ну, так далее. Все впереди? Наверное. Что ты не любишь в своих клиентах? Есть ли такое? Я очень не люблю в своих клиентах. Ну, нетерпеливость, как бы, я понимаю, бывает больно. Ну, я лояльно к этому отношусь, реально у всех болевой порог низкий. Просто иногда бывают такие ситуации. Вот была девушка, я заморозил татуировку, я вижу, она побелела полностью. Я начинаю делать, она плачет. Я вот на 100% был уверен, что я не больно, ну, просто вот трепет нервы. И, то есть, ну, вот это очень просто неприятно. Это, может, люди хотят, чтобы внимание обратили, не знаю, ну, вот. Ну, да, а так, в принципе, ну, я лояльно отношусь ко всему, ко всем просьбам там и так далее. Как ты считаешь, что лучше, работать по своим эскизам или по эскизам из интернета? Как ты к этому относишься? Ну, вообще, в принципе, в целом, нужно рисовать, рисовать, рисовать и работать по своим эскизам. Вот. Ну, хотя бы, вот, допустим, реализм, да. Тяжело там, конечно, нарисовать, особенно на уровне, если ты там только начинаешь, ты не художник, у тебя нет образования. Тяжело, конечно, что-то взять там нарисовать. Проще работать с фотографией, наверное, ну, именно в реализме, если. А вообще, в общем, конечно же, лучше рисовать и вытачивать свой индивидуальный стиль. Не повторяться, не плагиатить. Это, ну, мне кажется, это основное, главное. Как ты считаешь, наш город, ну, Казань, для тех, кто не знает, на каком уровне находится среди России? Ну, какие-то цифры я не могу сказать, но я считаю то, что Казань находится очень на высоком, достаточно уровне. Они не во многом, наверное, уступают крупным городам, ну, и, соответственно, соотношение людей, ну, количество людей. И, ну, как бы, очень развивается. Даже с каждым годом на пляж, там, приходишь все больше и больше татуированных людей, это приятно. Сейчас приходишь в больницы, допустим, раньше я приходил как-то там, вот, я недавно сдавал кровь, я разделся, мне ни слова не сказали. Просто, ну, это странно, обычно что-то говорят, а то есть, ну, настолько уже люди привыкли, никого, ну, не удивишь татуировками. Мне, ну, как бы, да, очень нравится, развивающий город, полно студентов, все в этом плане очень круто. Кого бы ты из мастеров хотел отметить? Казанских? Да. Ну, естественно, это Илья Фоминых из студии «Хорошая работа». Для меня это идеал качества, к чему надо стремиться, я всегда его ставлю для себя в пример. Вот, его работы просто вдохновляют, я, как бы, сам хожу к нему как клиент, много узнаю, спрашиваю, очень открытый человек. И цель, основная, главная цель сейчас, понятно, там можно добиться большего, если стараться, основная цель, это, ну, качество, качество, как вот, ну, короче, Илья Фоминых для меня в данный момент кумир. И очень приятно то, что он находится в городе Казань. Всегда можно прийти, спросить, пообщаться. А как ты относишься к татуировщикам, которые делают только мелкие работы, копии, 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 и там надписи какие-то небольшие? Ну, я понял, да. Если честно, я никак к ним не отношусь вообще, ну, никак. Мне как-то все равно, ну, делает он, делает. Единственное, есть неприятные случаи, там, какие-то татуировщики непонятные появляются, и клиенты об этом пишут, мои же клиенты, там, мне, мол, предлагают услуги, там, просто жестко отвечают в группах, в наших группах, кто-то спрашивает какой-то вопрос, они отвечают якобы от нас. Вот это очень неприятные моменты. Пытался, как бы, переписываться с этими людьми, ну, не грубить, не хамить, а объяснять, там, ну, что, ребята, развивайтесь сами, да, ну, просто развивайтесь и уберите фейковые работы, там, известных мастеров выдают за свои, и, как бы, ну, бесполезно разговаривать, ну, просто не обращая внимания, как-то, ну, таких людей. Ну, я думаю, у них еще все впереди, они поймут. Конечно, конечно. Если в нашем городе такой мастер, которого, ты, допустим, не нравится тебе его работа, или как личность он тебе не нравится, может быть? Ну, есть такой мастер, такие, может, мастера, которых работа мне не нравится, на личности мне, ну, наплевать, как бы, кто этот человек вообще, как его зовут, там, и так далее. Как ты считаешь, в нашем городе сейчас такая тенденция, что татуировщики в целом с друг другом не общаются? Я вот стал замечать, так как в магазине я работаю тоже частенько, и когда приходит один татуировщик, что-то выбирает, там, стоит у витрины, и приходит другой, и они никогда не виделись в жизни, то есть, ну, так, может быть, мельком там где-то, да, то есть, ну, так тесно, никогда они не находились рядом, и они смотрят на друг друга так, знаешь, и поздороваться, и не поздороваться вроде, да. А я вот, например, сам по себе, как бы, открытый, и я всегда пытаюсь общаться, вот, я заметил, что татуировщики в Казани очень так, издалека на друг друга смотрят, как ты считаешь, стоит ли вообще общаться и делиться опытом, как-то вместе развивать эту нашу культуру? Да я считаю то, что однозначно стоит общаться, даже если это конкурент, ну, в принципе, о какой конкуренции может быть речь идти, если, там, ты работаешь в своем стиле, в определенном, кто-то, в любом случае, все мастера делают по-разному татуировки, и, как бы, по мне, лучше общаться, конечно, вообще, я бы даже хотел бы, чтобы были какие-то определенные вечеринки, встречи, вот, где собирались татуировщики в Казани, вместе отдыхали, общались, а вот там какие-то истории рассказывали, помогали друг другу, ну, конечно, было бы круто, это, ну, всегда можно поделиться опытом, был, ну, вообще, какой-то такой клан, чтобы был татуировщиков, там, всегда пришли на помощь, там, это было бы реально офигенно, ну, к сожалению, сложилось так, что кто-то работает, ну, не хочет ни с кем общаться, кто-то просто кому-то ничего не надо, кто-то просто зарабатывает деньги этим, и ему наплевать на других, хотелось бы, конечно, чтобы это все было на, ну, больше дружеском уровне, на самом деле, есть, да, какая-то такая ситуация, как бы, ну, все, наверное, это прекрасно видят, понимают, больше такие студии, как просто такие зоны отчуждения татуировщиков, конечно, ну, много-много таких, как бы, людей, кто просто работает и наплевать на всех, конечно. Ну, я знаю, даже, есть такие, скажем так, уже взрослые, очень татуировщики, которые, на самом деле, все равно на всех, а есть молодые, зазвездившиеся, вот так скажем. Ну, возможно, возможно, это, в принципе, это дело каждого, может ему комфортно делать так, он делает так, и судить, мне кажется, нет смысла таких людей осуждать. Просто за то, чтобы... Конечно, я за то, чтобы, я вообще только за, ну, то есть, общаться, 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 делиться опытом. Если бы к тебе пришел ученик, ты бы давал ему, смог бы дать какие-нибудь ему знания? Ну, и, наверное, я бы в данном, на данном этапе развития, я бы смог дать только какие-то базовые знания, потому что сам себя, ну, я сейчас считаю, как бы, я учусь, я реально учусь, для меня в новинку очень многое. И, ну, мне тяжело, я бы даже, наверное, не взял, ну, ученика, допустим, чтобы его учить, ну, потому что учить чему? Ну, понятно, да. Просто есть такие случаи, что открываются группы какие-то в Казани, ВКонтакте, и там обучение, и заходишь на... На страничке этих мастеров, которые сам вчера начали. Ну, да. И бомбят цену за 20 тысяч рублей. Ну, тем более у нас есть, как бы, кто занимается обучением. Да. И, мне кажется, достаточно неплохо получается. Ну, да, это уж согласен. Как ты вообще оцениваешь сам все свои работы в целом? Сложно судить, понятное дело, но можешь ли ты лучше или какие-то? Естественно, я могу лучше, естественно, я стремлюсь лучше. Сейчас я только на начальном этапе развития, и скажу по секрету, мне мои работы, ну, не то, чтобы не нравятся. Я всегда в каждой работе, я себя критикую. Я всегда замечаю какие-то недостатки для себя. Да, понятно, работа там смотрится хорошо, клиент, естественно, доволен там. Но всегда вижу, как что-то, да, как мастер. То, что вот здесь надо сделать так, здесь так. И, то есть, я самокритичен вообще очень к себе. Иногда чересчур там люди мне говорят, успокойся, ты что, все нормально? Ну, может, это помогает развиваться. Да, я очень самокритичен, прям очень. Хотел бы ты переехать со временем в другую страну или город? Ну, тяжело сказать, у меня как бы семья, там, тяжело переехать с семьей, маленькие дети, там, и так далее. А, в принципе, я бы хотел, наверное, попутешествовать, очень много посетить разных стран. Ну, в первую очередь по России, потому что у нас в России много мастеров, достаточно таких, которые уровень очень-очень высокий. И, в принципе, в частности, Питер, Москва, там, ну, и Ростов, тот же самый, там, ну, много городов, которые я хотел бы посетить, пообщаться со всеми людьми. А, в принципе, в планах сейчас немножко, как бы, добиться определенной стабильности в своих работах, ну, и во всем. И начать путешествовать, потому что это очень помогает развитию, общаться с мастерами. Блин, любой мастер, абсолютно любой мастер что-то тебе дает. Просто общение помогает развитию. Вот, а по поводу семьи, ты, она у тебя есть, собственно, да? Да, я женат, у меня есть, да, два ребенка, две дочки маленькие. Вот. Татуировщики семейные, нормальные люди. Да. А то делают фликов. Что бы ты хотел посоветовать, я понимаю, что ты еще не супер, там, скажем, мастер, что бы ты хотел посоветовать мастерам, которые только задумываются начать заниматься татуировкой, или которые уже на начальных этапах? Ну, в первую очередь, я бы, наверное, хотел пожелать, чтобы относились просто серьезно. Некоторые люди, ну, на моей памяти тоже такие, как бы, параллельно там есть люди, были, которые начинают заниматься татуировками и параллельно пытаются смешивать с каким-то заработком, вообще, ну, другим, то есть, ну, по мне, если ты решил заниматься татуировкой, то нужно просто, просто все силы направить в развитие, как бы, забыть обо всем другом, чтобы тебе ничего не мешало. И, наверное, основное, конечно же, это рисовать, 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 и очень-очень много общаться с другими мастерами, найти себе какого-то кумира, там, смотреть его работы, как делает. Определенно есть мастер-классы, которые, ну, очень хорошо помогают в развитии. Также в фестивале хотя бы просто посещать их. А, тогда в качестве завершения, может быть, что-то бы ты хотел сказать еще от себя, своим клиентам, будущим, настоящим? Ну, своим клиентам я хочу передать привет. В принципе, хотелось бы пожелать клиентам, чтобы относились очень хорошо к творчеству мастера, независимо, кто что там вам сделал, пожалуйста, ухаживайте правильно за татуировками. Это ваше, ваше тело, просто очень много людей забивает на это и доводит татуировку до ужасного состояния, тем самым подвергая мастера, ну, определенной критики какой-то, когда-то спросит, а где ты делал? А вот я делал там-то, в той студии. Никто же не скажет, я забил и не ухаживал на татуировку, у меня там отвалилась рука. И вот еще последний вопрос созрел. Так как ты недавно начал сам делать татуировки, ну, относительно недавно, да? Ну, да, это с малого времени совсем. Да, и как бы сложно ли тебе было открыть студию, осознавать то, что у тебя уже как бы есть студия, где есть люди, которые работают, хотя ты еще сам, кстати, ну, как бы не так давно в этом мире? Ну, как сказать, конечно, сложно, было много сложностей, но сейчас смотришь на эти сложности и кажется, блин, как же все было на самом деле легко. Больше морально, конечно, морально было тяжело, непонятно, что будет, непонятно, куда будет, очень много было переживаний там и так далее. Сейчас, конечно, все складывается достаточно хорошо, все идет своим чередом. Все? Все. Что ж, я был в студии Николай, и поздороваться, и не поздороваться вроде, да? А я вот, например, сам по себе как бы открытый, и я всегда пытаюсь общаться. Вот, я заметил, что татуировщики в Казани очень так издалека на друг друга смотрят. Как ты считаешь, стоит ли вообще общаться и делиться опытом, как-то вместе развивать нашу культуру? Да я считаю то, что однозначно стоит общаться. Даже если это конкурент, ну, в принципе, о какой конкуренции может быть речь идти, если там ты работаешь в своем стиле, в определенном. Кто-то, в любом случае, все мастера делают по-разному татуировки, и как бы, по мне, лучше общаться, конечно, вообще, я бы даже хотел бы, чтобы были какие-то определенные вечеринки, встречи, вот, где собирались татуировщики в Казани, вместе отдыхали, общались, а вот там какие-то истории рассказывали, помогали друг другу. Ну, конечно, было бы круто. Это, ну, всегда можно поделиться опытом, был, ну, вообще, какой-то такой клан, чтобы был татуировщиков, там, всегда пришли на помощь, там, это было бы реально офигенно. Ну, к сожалению, сложилось так, что кто-то работает, ну, не хочет ни с кем общаться, кто-то просто кому-то ничего не надо, кто-то просто зарабатывает деньги этим, и ему наплевать на других. Хотелось бы, конечно, чтобы это все было на, ну, больше дружеском уровне. На самом деле есть, да, какая-то такая ситуация, как бы, ну, все, наверное, это прекрасно видят, понимают. Больше такие студии, как просто такие зоны отчуждения татуировщиков, конечно. Ну, много-много таких, как бы, людей, кто просто работает и наплевать на всех, конечно. Ну, я знаю даже, есть такие, скажем так, уже взрослые, очень татуировщики, которые на самом деле все равно на всех, а есть молодые, зазвездившиеся, вот так скажем. Ну, возможно, возможно, это, в принципе, это дело каждого. Может, ему комфортно делать так, он делает так, и судить, мне кажется, нет смысла таких людей осуждать. Просто за то, чтобы... Конечно, я за то, чтобы, я вообще только за, ну, то есть, общаться, 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 делиться опытом. Ну, если бы к тебе пришел ученик, ты бы давал ему, смог бы дать какие-нибудь ему знания? Ну, наверное, я бы на данном этапе развития, я бы смог дать только какие-то базовые знания, потому что сам себя, ну, я сейчас считаю, как бы, я учусь, я реально учусь, для меня в новинку очень много. И, ну, мне тяжело, я бы даже, наверное, не взял ученика, допустим, чтобы его учить, ну, потому что учить чему? Ну, понятно, да. Просто есть такие случаи, что открываются группы какие-то в Казани, ВКонтакте, и там обучение, и заходишь на странички этих мастеров, которые сам вчера начали. Ну, да. И бомбят цену за 20 тысяч рублей. Ну, тем более у нас есть, как бы, кто занимается обучением. Да. И, мне кажется, достаточно неплохо получается. Ну, да, это уж согласен. Вот. Сейчас. Подъебнули, значит, ты. Как ты оцениваешь сам свои работы? Сложно судить, что... Нет, сейчас неправильно не так я задал. Тебе. Как ты вообще оцениваешь сам все свои работы в целом? Сложно судить, понятное дело, но можешь ли ты лучше или какие-то? И, естественно, я могу лучше, естественно, я стремлюсь лучше. Сейчас я только на начальном этапе развития. И скажу по секрету, мне мои работы, ну, не то чтобы не нравятся. Я всегда в каждой работе, я себя критикую. Я всегда замечаю какие-то недостатки для себя. Да, понятно, работа там смотрится хорошо, клиент, естественно, доволен там. Но всегда я вижу что-то, да, как мастер. То, что вот здесь надо сделать так, здесь так. И то есть я самокритичен вообще очень к себе. Иногда чересчур там люди мне говорят, успокойся, ты что, все нормально? Ну, может, это помогает развиваться. Да, я очень самокритичен прям очень. Так, и... Хотел бы ты переехать со временем в другую страну или город? Ну, тяжело сказать, у меня как бы семья, там, тяжело переехать с семьей, маленькие дети, там, и так далее. А, в принципе, я бы хотел, наверное, попутешествовать, очень много посетить разных стран. Ну, в первую очередь, по России. Потому что у нас в России много мастеров, достаточно таких, которые уровень очень-очень высокий. И, в принципе, в частности, Питер, Москва, там, ну, и Ростов, тот же самый, там, ну, много городов, которые я хотел бы посетить, пообщаться со всеми людьми. А, в принципе, в планах сейчас немножко, как бы, добиться определенной стабильности. В своих работах, ну, и во всем. И начать путешествовать, потому что это очень помогает развитию, общаться с мастерами. Блин, любой мастер, абсолютно любой мастер что-то тебе дает. Просто общение помогает развитию. Вот, а по поводу семьи, ты, она у тебя есть, собственно, да? Да, я женат, у меня есть, да, два ребенка, две дочки маленькие. Вот. Татуировщики семейные, нормальные люди. Да. А то делают фликов. Что бы ты хотел посоветовать, я понимаю, что ты еще не супер, там, скажем, мастер, что бы ты хотел посоветовать мастерам, которые только задумываются начать заниматься татуировкой, или которые уже на начальных этапах? Ну, в первую очередь, я бы, наверное, хотел пожелать, чтобы относились просто серьезно. Некоторые люди, ну, на моей памяти тоже такие, как бы параллельно, там, есть люди были, которые начинают заниматься татуировками и параллельно пытаются смешивать с каким-то заработком вообще, ну, другим. То есть, ну, по мне, если ты решил заниматься татуировкой, то нужно просто, просто все силы направить в развитие, как бы забыть обо всем другом, чтобы тебе ничего не мешало. И, наверное, основное, конечно же, это рисовать, 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 и очень-очень много общаться с другими мастерами, найти себе какого-то кумира, там, смотреть его работы, как делает. Определенно есть мастер-классы, которые, ну, очень хорошо помогают в развитии. Также в фестивале хотя бы просто посещать их. Тогда в качестве завершения, может быть, что-то бы ты хотел сказать еще от себя, своим клиентам, будущим, настоящим? Ну, своим клиентам я хочу передать привет. В принципе, хотелось бы пожелать клиентам, чтобы относились очень хорошо к творчеству мастера. Независимо, кто что там вам сделал, пожалуйста, ухаживайте правильно за татуировками. Это ваше, ваше тело. Просто очень много людей забивает на это и доводит татуировку до ужасного состояния, тем самым подвергая мастера, ну, определенной критики какой-то, когда-то спросит, а где ты делал? А вот я делал там-то, в той студии. Никто же не скажет, я забил и не ухаживал на татуировку, у меня там отвалилась рука. И вот еще последний вопрос созрел. Так как ты недавно начал сам делать татуировки, ну, относительно недавно, да? Ну, да, это с малого времени совсем. Да, и, как бы, сложно ли тебе было открыть студию, осознавать то, что у тебя уже, как бы, есть студия, где есть люди, которые работают, хотя ты еще сам, кстати, ну, как бы, не так давно в этом мире? Ну, как сказать, конечно, сложно, было много сложностей, но сейчас смотришь на эти сложности и кажется, блин, как же все было на самом деле легко. Больше морально, конечно, морально было тяжело, непонятно, что будет, непонятно, куда будет, очень много было переживаний там и так далее. Сейчас, конечно, все складывается достаточно хорошо, все идет своим чередом, все. Что ж, я был в студии Рич Тату, рядом со мной был мастер Николай Рич, спасибо всем за просмотр. Всем пока, спасибо, ребят. Пока. Спасибо. Ну, все отлично. Нормально все.